Давайте начнем. История ничему не учит. Она ничему не учит, понятно, это некая методическая, современная методическая, методический тезис, за которым стоит, собственно, представление о том, что история не имеет воспитательной функции. Вот она не должна иметь воспитательной функции. Это некое, так можно выразиться, принцип методического агностицизма. Вот это хорошо или плохо, историк не говорит. Он говорит, сколько людей погибло в сражении, а не говорит, хорошо это или плохо. Сколько людей погибло там из-за вот этой пандемии, той самой латиноамериканской болезни, помните, модной, которую привезли первые открыватели Америки. Но не говорит, хорошо или плохо, то, каким образом эта болезнь, ну, понятно, сифилис распространялась. Историк может оценить количество жертв фашистского режима в Германии, вот, ну, а дальше уже кто-то другой должен принимать вытекающие отсюда следствия, юридические, иллюстрационные и так далее. Вот, историк не должен поучать, да, он должен информировать. Конечно же, историк должен заниматься и работой максимально продуктивно, максимально эффективно, максимально научно. Ну, в истории тоже, конечно же, критерии научности менялись, со времен Геродота до современности, безусловно, это совсем особенная тема. Но, опять же, история не учит. Тем не менее, эта позиция, ну, скорее, которая начала быть свойственной для историков позитивистского склада XIX века и стала нормой у историков, в общем-то, сейчас, она, конечно, далеко не всегда была истории присуща. Ну, и в известной степени можно сказать позиции, что история ничему не учит, не поучает, ну, а тем более не нравоучает, да. Вот, это тоже определенного рода идеологическая позиция, которая, возможно, когда-то перестанет существовать вместе, ну, вот с какими-то этими постпозитивистскими-позитивистскими идеалами. Но это, считайте, пока моя фантазия, а на тему фантастики, философии у нас, я говорю, через два дня еще будет. Вот, а теперь все-таки по поводу того, как оно было, и вот один пример исторической оценки, как она влияет на некие прогнозы в плане культурной, политической, социальных обстоятельств нашей с вами жизни, мы с вами поговорим сейчас. Ну, конечно, было оно поначалу совсем не так. Историк занимался историей для того, чтобы узнать причины. Вот причины. Причины и начало, совсем как по Аристотелю. Потому как для сознания античного тот, кто знает прошлое, знает причины того, что происходит сейчас. Тот обладает неким совершенным знанием, зачастую, которое понималось практически как, ну, знание такое полумагическое. Вот классический пример жил, да был такой маг Эпименит из Крита в Седьмом Штуме, когда нашей эры, наиболее известная с ним история, это то, что он придумал вот этот парадокс Эпименида. Помните, все критяне лгут, сказал Эпименит Критянин. Что он сказал? Истинный или ложь? Парадокс, который огромное количество литературы вызвал, вызывает до настоящего момента. Но, помимо всего прочего, он обладал какими-то удивительными знаниями и способностями. Он был способен от пандемии города и государства избавлять. Вот нам бы такого Эпименида сейчас сюда. Хотя бы в Россию. А там уж мы подумали, при каких условиях отпускать его в другие государства. Он был способен государство делать неуязвимым для врагов. И его знания были запечатлены буквально-таки на его теле. Когда он умер, он завещал кожу свою спартией. В спартии эта кожа хранилась. Дерма Эпименида, отсюда выражение, которое у греков обозначало, что-то совсем непонятное. Аномастика какая-то, как говорили в мое время. Ну вот одни считают роль Эрика Роберта Дотца, что это свидетельство о том, что он был шаманом. Это татуаж шамана его кожи. Другие считают, что просто похоронены на египетские обряды. И помните, египетские мумии оборачивались лентами специально пропитанными и расписанными разного рода знаками магическими. Но неважно. Вот этот Эпименид стал таким мудрым по той причине, что по молодости, лет в 15, он пошел за потерявшимся козочкой, или овечкой, я уже забыл. Его застало в горах буря. Он лег в пещеру и проспал 50 лет. Ну, через 50 лет он вернулся. С трудом его знал его бывший младший брат. Но он знал дословно, буквально знал, что было 50 лет назад. Значит, он знал причину того, что происходит сейчас. Вот эта точка зрения фундаментально важна для историков. Ну, была, по крайней мере, и для античных, и вплоть до 19 века. Ну, а для некоторых историков и в будущем эта точка зрения является важным. Может, это не мейнстрим сейчас, но тем не менее. Ибо знание прошлого — это знание причин настоящего. Ну, на самом деле, точка зрения, в общем, во многом верная, потому как мы, конечно, должны с вами массу ограничения, это из высказывать. Мы говорим о том, что и будущее оказывает воздействие на настоящее, а не только прошлое. Вот, и возможные флюктуации, точки бифуркации и прочие все вещи. Вот, вторая термодинамика, да, так сказать, оказывает воздействие на настоящее. Но прошлое все равно имеет солидный фундамент. Поэтому недаром мы с вами, когда говорим о человеке, который не помнит себя, говорим о человеке как о безумном, который не помнит с собой, что было раньше. Вот, историческая память — очень важная вещь, действительно сцепляющая нас, наше с вами существование. И, по-моему, я год назад как раз говорил о том, что любое общество, оно возможно только при двух консенсусах, при наличии обоих консенсусов. Консенсусы о будущем, безусловно, но и консенсусы о прошлом также. Ну и, наоборот, консенсусы о прошлом и консенсусы о будущем. Ну и Геродот тот же самый пишет свою историю для того, чтобы узнать, почему Азия пошла войной на Европу. Ответ у нее, если помните, довольно тривиальный, потому что когда-то Европа пошла войной на Азию, Троянская война. Фукидид, следующий великий историк, пишет историю, конечно, уже с куда более научными и фундаментальными целями, ибо он хочет узнать, как ведет себя народные массы и народные вожаки в экстремальной ситуации, ситуации кризиса, в котором была Пелопонесская война. Вот, и причем здесь явно мы видим перед собой попытку создать индуктивные, индуктивным образом выяснить исторические закономерности, потому как, если было так, так и так, то, очевидно, будет так, так и так в будущем. Фукидид не дописал свою работу, как известно, не закончил, поэтому выводов мы от него не получили, но это такой повод для гаданий в исторической, в историографической науке, очень большой сейчас, с этим связанный. Вот, нужно помнить, безусловно, что историк занимает вполне определенную, так сказать, национальную или партийную позицию. Это совершенно очевидно, настолько очевидно, что, конечно, любое событие желательно рассматривать с разных точек зрения, правда, об этом обычно забывают те, кто пишут учебники по истории, иначе бы они, например, помнили, что помимо классических описаний гибели трехсот спартанцев, которые дал нам Геродот, на который ориентируется все, есть еще альтернативное описание, данное Деодором Сицилийским, там все значительно веселее, так сказать. Ну вот, если желающие, покопайтесь, посмотрите. Как все это могло быть на самом деле? То есть были явные, разные традиции о событиях, произошедших при фермопилах. Ну или, помню, лет 20 назад, 21 год назад, не состоялась такая проект, не состоялась, вернее, она состоялась кусочками потом. Книга битв в издательстве «Азбука» хотели издавать большую, иллюстрированную, с описанием наиболее важных сражений. И одна из моих идей была, что каждая битва должна была предваряться какими-то их историческими описаниями. Ну, современников, либо от кого до нас дошла историческая память. Так вот, даже по ходу Александра Македонского и его сражения на самом деле могли описываться по-разному, разными историками, греческими и римскими. Одни к Александру Македонску, как известно, хорошо относились, а другие вполне критические. Персидская история Александра до нас не дошла синхронно ему, да? Но даже стороны западных историков разное совершенно свидетельство. Но так или иначе, историк, конечно, хочет чему-то научить. Научая, отыскивая причины, историк вступает, конечно же, в такие же споры научные, как вступают в эти споры, там философы, говорящие о том, все из воды или все из огня. Примеры таких споров можно приводить много. Я, может быть, приведу пару примеров, которые не так часто обсуждаются, ну и философами, естественно, которые философией и историей занимаются, и, собственно, даже историками. Они кажутся экзотическими, но они, в общем, интересны. Первый пример — это то, что было на закате Римской империи. Ну, мы с вами помним, 313 год, миланский рескрипт Константина и Лициния, которая делает христианство дозволенной религией, уравнивает его вправо со всеми остальными. Потом постепенное встраивание в христианство, что происходит в римскую государственность. Лактанцы пишут свои «О смерти гонителях», знаменитое сочинение «Апология о смерти гонителей», где рассказывает о том, как доставалось всем тем, кто преследовал истинную религию. И то, что Господь на несколько столетий задержал месть им всем, это только для того, чтобы еще более убедительно становилось его могущество. Евсевий Кисарийский пишет церковную историю, не историю Рима, а церковную историю. Говорит, что появляется некий новый совершенно народ, новый популус, чьим делом является не только церковное дело, но теперь и дело управления государством политическое. Цицеронова, помните, республика, респопулус принимается и в Северном Кисарийске, но теперь этот популус не римляне, а христиане христианские народы становятся. И все хорошо. Ну, столетия более-менее нормально существует. Около столетий римское государство, а потом катастрофа битвы при Адрианаполе. 406-й год прорывается через рейн варвары, аланы, вандалы. Здесь запад империи лежит в полуразрушенном состоянии. Язычники вылезают из-под поля и говорят, о, а что мы говорили? Древнее, отеческое благочестие исчезло, а теперь вот мы видим разрушение, гибель варваров и так далее. Что нужно делать? Нужно создать нарратив, который объясняет происходящее. Вот возникают два связанных друг с другом нарратива. Один из них, ну, всем известен, о чем о нем говорить, это о Граде Божьем Августе Навреле, где, собственно, дается философия истории. И философия истории дается в драматическом ключе, прошу обратить внимание, потому как, несмотря на все то, что, как бы, и государи, христиане, и большинство населения империи уже христианские, никогда не произойдет окончательного соединения града небесного, града земного, ну, до последних дней истории, безусловно. Истинные христиане все равно будут духовными иудеями, гонимыми здесь. Многие исследователи из наших отечественных, Сергей Игоревич Аверинцев, видел вот в этих выводах о Граде Божьем неизжитое манихейство Августина Авреля. То есть Августин Авреля все равно будет сложно, говорит там Августин Авреля, все равно будет сложно, ибо мир лежит во грехе. Но его современник Павел Орозий пишет историю против язычников, историю против язычников, обратите внимание, по просьбе Августина, в то же самое время, в который, в введении которой он говорит следующее. Я смотрел вокруг себя и ужасался, как же все сложно, как все плохо, варвары, разрушения, пандемии, землетрясения и так далее. Но потом по просьбе епископа гиппонского я занялся написанием истории, обнаружил, что раньше было еще хуже. И вот так от Навуходоносора, что называется, и Олтасара, через Александра Македонского, через Юлия Цезаря, он рассказывает нам о том, что раньше, вообще-то говоря, людей убивали больше, и жить было хуже. И после пришествия Иисуса Христа смерть уже приостановилась, но когда второе будет пришествие, воскресение во плоти, смерть будет убита совсем. Но до той поры она, тем не менее, убита не будет. То есть перед нами ничто иное, как создание исторического нарратива, который, так сказать, легитимирует ситуацию, имеющую место быть сейчас. Вот этот спор идет, естественно, с историками несколько более ранними, когда до нас дошли, ну вот, например, Евнапия, жизнь софистов. Это, конечно, не история в политическом смысле слова, это история кружков интеллектуалов языческих последних, где пока все хуже, хуже, хуже. А вот Павел Розик говорит, на самом деле все не так. Ну вот один пример такого методического спора, как оценить происходящее историков, как оценить исходя из количества погибших тысячу лет назад, пятьсот лет назад и так далее. Другой пример из совсем другой сферы — это то, что происходило в начале эпохи Реформации. В начале эпохи Реформации, как известно, протестанты активно полемизировали с католиками, стремясь показать католический вариант церковной истории, что он является таким совсем выдуманным, исключительно под непогрешимость Папы Римского, да, под статус Папы Римского настроенным. Вопреки их всевозможным анналам пишет кардинал Бароний, Цезарь Бароний, это очень известная на самом деле в католицизме фигура, свои опыты по церковной истории. Опыты по церковной истории. Это многотомное издание, которое природилось на многие языки, в том числе его даже в России в XVIII веке читали. Ну, правда, с преуведомлением, что, конечно, эти опыты католиками написаны, не надо в католическую прелесть вникать. Это мощное такое, ну, как, может, коллеги, которые помнят в советское время, всемирная история, такой двенадцатитомник был большой. Вот точно так же только по истории церкви имеется только католическая церковь. Вот, и в этих опытах доказывалось, что вот все верно совершенно. История полностью, так сказать, комплементарна догматическим положениям католической церкви. Рим, Папа Римский, должен заниматься центральное место в церкви христианской и так далее. Вот, в ответ на это президенты молчать не могли. Исаак Текозабон, ну, уже, правда, после смерти Барония, это, по-моему, 1612 год, такой швейцарский кальвинист, эмигрировавший в Англию, издает свои замечания на эти опыты, тоже такой солидный очень труд, который считается одним из первых, если вообще не первым примером настоящей такой исторической, литературной, филологической критики, в котором развенчивает массу мифов, стоявших за вот этим самым, за текстом кардинала Барония. Ну, и один из самых известных мифов, наверное, связанный с именем Гермеса Триждовеличайшего. Гермес Триждовеличайший полагался до этого времени древним-древним пророком, жившим до Рождества Христова, ну, после Моисея, но явно до Рождества Христова, который в своих этих герметическом корпусе, ну, помимо того, что он был алхимиком и кем еще угодно, он в своем герметическом корпусе, он, конечно же, нам вещает о христианстве. Так вот, и, соответственно, о роли Папы, как-то туда Барония смог вместить, что еще и роль Папы в этом герметическом корпусе становится очень важной. Вот, ну, естественно, Исаакда Казабон показал, что просто текстуально показал, что человек, который написал эти тексты, знал Фидия, Платона, он просто цитирует где-то Платона, ссылается на Фидия, более того, он явно знал Писание и Еврейскую Библию, и Новый Завет знал. И, в общем, этот текст написан после Рождества Христова и никакого там пророчества, не просто о Христе, но пророчества, а папской власти просто-напросто нет. Ну, вот, казалось бы, такая история, как бы это сказать, может быть, не мейнстримная по поводу спора историков в 17-16 веках, напоминаю, 17 века — это эпоха становления национальных государств. Ну, то на эту тему мы будем говорить с вами, когда о современности будем говорить уже, видимо, завтра с теми коллегами, кто будет слушать мой спецкурс. С национальным государством тут важно создать такого рода нарративы исторические у этих государств, во Франции, в Англии, в первую очередь, которые бы легитимировали целостность территории, распоряжение насилием со стороны властей этого государства, ну, то есть, которые создали бы историю национального государства. Национального государства не было до 17 века. Они появились в 17 веке вместе с убеждением, что они были и раньше. Спасибо. 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 Спасибо.